банифаций и так фитнес браслет mi band 8 это не реклама и даже не обзор а самый настоящий отзыв на популярный браслет от бренда сяоми его я заказал на алиэкспресс за 38 долларов комар и пользуюсь этим браслетом уже около месяца так что у меня есть что про этот браслет рассказать первое я не очень люблю силиконовые ремешки под которыми во время занятия спортом сильно потеет кожа какой бы там ремешок не был антиаллергенный все равно кожа краснеет появляется зуд поэтому на том же алиэкспресс я заказал вот такой тряпчатый ремешок на липучку снял родные силиконовые и установил этот правда он совсем китайский и хлястик у меня здесь уже отклеился но ничего я ношу именно так и не жалуюсь насчет цветного сенсорного дисплея ничего плохого сказать не могу на солнце все прекрасно видно на прикосновения реагирует замечательно конечно если пальцы будут мокрыми то такой отзывчивости не будет но если пальцы сухие то все работает замечательно это было второе а третье то что браслет у меня не глобальной прошивки и подключить его можно только к самому простому приложению мифит приложение хоть и простенькое но тут есть все самое необходимое один раз браслет настроил и про это приложение можно забыть ну или если ты хочешь просматривать данные о своих тренировках так в этом приложении ты увидишь все и даже больше километраж количество пройденных шагов пульс от собиения длина шага и еще много всего что нужно спортсменам но я этим не интересуюсь и не пользуюсь четвертое мелочь но очень приятная есть много интересных бесплатных экранов я же выбрал себе вот такой с акулой на главный экран у меня выведена погода количество потраченных калорий количество пройденных шагов за сегодняшний день пульс число время заряд батареи сколько остался и bluetooth активное подключение с айфоном или нет пятое купила себе этот браслет потому что бегаю 5 километров два раза в неделю иногда даже реже и мне хотелось отслеживать количество потраченных калорий километраж шаги пройденные но больше всего меня интересовал пульс и получилось так что этот фитнес-браслет заменил мне все мои ежедневные часы swatch то есть их я просто не ношу а ношу этот браслет хотя я этого не планировал но так получилось а теперь внимание планифаций расскажу как я настроил свой браслет какие виджеты оставил какие добавил и чем пользуюсь чаще всего фонарик скажете ерунда но в походе иметь лишний источник света лишним не бывает к тому же такой маленький фонарик очень хорошо освещает в темноте вот так этим фонариком можно посвятить себе дверь для того чтобы ее открыть света более чем достаточно в общем классный фонарик естественно у меня в быстром доступе есть будильник причем будильников тут можно поставить сколько угодно и тут же на браслете их можно удалять к примеру ставим будильник на 615 и можно сделать так чтобы он был или одноразовый или каждый день или по выходным по будням в общем все настраивается как на телефоне синяя . все будильник настроен можно ложиться спать в назначенное тобою время браслет на руке завибрирует и тебя разбудит честно говоря я забыл когда последний раз ставил будильник на телефоне теперь только на браслете если браслет поставить на зарядку то он работает как прикроватные часы причем время работы экрана можно настраивать у меня он работает 5 секунд в режиме прикроватных часов будильник будет работать так и в принципе тоже может разбудить таймер вообще очень классная штука часто пользуюсь тут уже есть предустановленные таймеры 1 минута 3 5 10 15 30 час 2 можно установить свой собственный таймер к примеру на 2 минуты 15 секунд нужно тебе чтоб сосиски варились ровно 3 минуты выставляешь таймер 3 минуты время пошло через три минуты чтобы ты не делал браслет завибрируют сосиски готовы выключаешь газ и идешь кушать секундомер тоже выведен для быстрого доступа и часто им пользуюсь к примеру бросаю лобстера на гриль включаю секундомер и в любой момент я знаю сколько уже по времени лобстер томится на огне уровень кислорода в крови очень популярная функция после к вида я этим редко пользуюсь но в быстром доступе оставил и иногда балуюсь работает кстати очень адекватно и измеряет достаточно точно точно также точно измеряется и сам пульс который выведен у меня на главный экран но есть и отдельный виджет да я сейчас стою на месте и пульс у меня меньше причем видите он его постоянно измеряет чтобы были более точные показания измерения сна и стресса этим я не пользуюсь в быстром просмотре оставил колечко активности ну и все в общем то это все чем я чаще всего пользуюсь до фитнес-браслет mi band 8 можно настроить так чтобы сюда в режиме онлайн приходили оповещения sms ки сообщения с любого мессенджера социальные сети электронная почта звонки но я эту функцию отключил потому что на самом деле устаешь от того что браслет постоянно вибрирует сообщает тебе о том что звонит тот-то написал этот нафиг когда мне будет удобно я посмотрю на телефоне фитнес-браслет и использую именно как фитнес-браслет если у вас эта функция включена то все сообщения будут приходить на том языке на котором вам его отправили на русском значит на русском на английском значит на английском звонки можно посмотреть кто звонит и можно отбить ответить нельзя то есть у такого маленького и по сути дешевенького фитнес-браслета очень много настроек и его можно построить прям под себя но вот к примеру повседневной жизни когда ты просто ходишь или что-нибудь делаешь экран выключен для экономии батареи но как только тебе нужно посмотреть сколько времени поднимаешь руку экран активируются посмотрел время опустил руку экран снова выключился на практике проверено эта фишка срабатывает всегда без каких-либо сбоев даже ночью спишь ты себе как-то там поворачиваешься поднимаешь руку экран включается и резко тебя ослепляет даже закрытыми глазами так вот для этого случая заходишь в настройки mi band дисплей и задаешь свои собственные настройки у меня уже тут настроена но я вам покажу чтобы допустим с 6 00 утра до 22 вечера чтобы эта фишка работала а с 22 вечера до 6 утра чтобы экран при поднятии руки не включался не активировался и тебя не слепил ты скажешь а если я задену экран щекой он включится и опять меня будет слепить да ну и для этого есть свои настройки ты скажешь так такое давно есть у всех умных часов это вовсе не фишка да ты прав но у mi band тоже такое есть показывать вам все настройки я не буду потому что получится слишком длинное видео но вот к примеру и еще одна настройка дисплея сколько по времени будет светиться экран при поднятии руки можно поставить от 5 секунд до 5 минут я поставил пять секунд потому что этого вполне достаточно для того чтобы поднять руку посмотреть необходимые показания на главном экране и чтобы экран выключился в общем настроек тут очень много и как я говорил выше mi band 8 можно настроить именно под себя да на английском языке не все настройки понятны но и у меня с английским честно говоря тоже не очень вот когда выйдет обновление программного обеспечения и там будет глобальная прошивка это будет очень круто браслет будет полностью русифицирован и его можно будет подключить к более продвинутым фитнес-приложением хотя и без глобальной прошивки я этот браслет пользую с удовольствием теперь насчет тренировок в общем то для чего и был создан этот фитнес-браслет во-первых тренировок тут очень много а во-вторых их можно настраивать в этих тренировках тоже есть интересные настройки к примеру начал ты ходьбу бег или езду на велосипеде неважно важно то что на своем фитнес браслете эту тренировку ты забыл включить а это значит что потом никакие данные об этой тренировке тебе будет недоступная а фитнес-браслет ты покупал именно для того чтобы все свои тренировки отслеживать так вот через минуту после того как ты начал ходьбу браслет спрашивает у тебя а ты случайно не начал тренировку ходьба и ты такой блин забыл включить да я начал тренировку ходьба и фитнес-браслет mi band 8 задним временем добавляет уже пройденные километра жженые калории пульс и так далее то есть он за тобой немножко следит не забудешь ли ты отслеживать свои тренировки очень классно дальше идешь ты такой идешь и вдруг остановился mi band 8 твою тренировку ставит на паузу начал движение пауза выключается и опять все считается то есть фитнес-браслет прям фитнес-браслет вообще mi band 8 очень хорошо распознает автоматически бегаешь ты ходишь или едешь на велосипеде единственное когда садишься в машину начинаешь ехать он спрашивает тебя ты случайно на велосипеде не едешь это немножко парит а вообще в самих настройках очень много различных тренировок у mi band очень хорошая защита от воды в них можно мыться купаться и есть даже тренировка плавать и все это за 38 долларов это кстати версия без nfc версия с nfc стоила 50 долларов но при сегодняшних условиях nfc нам и не надо я ни в коем случае не говорю что mi band 8 лучше чем apple watch samsung гармин сунта что там еще есть из дорогих часов я говорю о том что mi band 8 по функционалу на каждый день ничем не уступает дорогим умным часам по тренировкам как по мне тоже ничем не уступает mi band 8 отслеживает и шаги и длину шагов и калории сердцебиение километраж все что угодно да тут нет gps но если его подключить к телефону то есть и gps у меня был apple watch я его заряжал каждый день до тех пор пока не разбил экран у моей жены тоже есть apple watch и она его не носит потому что его нужно заряжать каждый день mi band 8 я заряжаю один раз в неделю даже реже да сунта гармин они тоже очень хорошо держат заряд и что там говорить они будут лучше чем mi band 8 но я веду довольно активный образ жизни и для меня разбить часы это будет проще чем кому-либо другому и теперь представьте себе поцарапать часы за 38 долларов или за тысячу долларов будет тут слишком большая царапина но выкину я их куплю новые а вот будет слишком большая царапина на часах за тысячу долларов это уже вопрос карабкаюсь я вот по таким камням с часами за 38 долларов и вообще за них не переживаю а взял бы я в такой поход часы за тысячу долларов сомневаюсь а по сути и те и другие часы выполняют одну и ту же функцию а это знаете что такое это мой дайв компьютер которые в сервисе приговорили все больше он никогда не будет работать по своему прямому назначению на него даже бирку повесили как на мертвого в морге говорю в том же сервисе мне теперь нужен дайв компьютер но сунта я не хочу потому что через 15 лет тому и накрылся в самый неожиданный момент а мне говорят так они работают 10 лет а этот проработал 15 лет в общем так или иначе мне теперь придется покупать себе новый дайв компьютер и хочется чтобы что-то новенькое высокотехнологичное чтобы и дайв компьютер и умные часы и два в одном и все дела стоит такое будем честными откровенными дорого присмотрел я себе garmin mk2 за 1300 долларов и вот теперь я стою перед дилеммой покупать себе дорогие умные часы в которых есть дайв компьютер за 1000 долларов и их ресурс 10 лет а хочется больше за такие деньги а у меня есть mi band 8 выполняет все функции умных часов так может мне просто купить дайв компьютер и ходить с mi band 8 тут самое время сказать на этом все с вами был бонифаций со своими mi band 8 но слишком много хорошего я наговорил насчет этого браслета а по-хорошему надо бы провести какие-нибудь сравнительные тесты с apple watch тем же с какими-то медицинскими аппаратами сравнить насколько точно показывает километраж без gps и так далее это будет в следующем видеоролике на этом все с вами был бонифаций со своим mi band 8